бизнес ланч вы слушаете радио 1 в эфире программа бизнес ланч у микрофона владимир вахрушев а у меня в гостях люди которые в титрах своем пишут психолог коуч я вас знакомлю ирина данилова и игорь егоров ирина игорь здравствуйте здравствуйте ну а теперь ирина расшифруйте нам пожалуйста чуть шире это понятие потому что многие из моих радиослушателей могут подумать что инфо цыган позвали в гости что ж такого интересного они нам расскажут но я знаю что психологи коучи это конечно не инфо цыгане но тем не менее давайте поподробнее знаете термин инфо цыгане он на самом деле верный потому что образование и та способность человека преподавать они куются временем и конечно же любой психолог психотерапевт и коуч должны иметь в первую очередь образование я вообще считаю что быть коучем без образования психолога нельзя противопоказано это мое личное мнение мы конечно видим разные истории но вот я рада тому что я являюсь и психологом и психотерапевтом и коучем по совместительству если мы будем с вами говорить о психологии то психологии наука душе если мы будем говорить о коучинге то это обучение научение а если мы с вами поговорим о трансформации то это вся наша жизнь а если мы поговорим об игре то игра это наша жизнь в том числе сейчас здесь еще запятая видимо должно быть еще что-то если мы будем говорить о трансформационных играх бизнес коучинг это уже совсем другая епархия а это уже должен был быть следующий ваш вопрос и конечно же так можно любые синонимы любые сравнения приводить конечно же трансформационная игра это в первую очередь игра да давайте отталкиваться от этого слова трансформация человека это в первую очередь трансформация восприятия трансформации его мира то есть чек входит в трансформационную игру если он приходит вообще психологу или психологу коучу да то он у него есть потребность потребность что-то решить хорошо игорь тогда вопрос к вам вас подключаем к нашему и беседе если человек бизнесмен обращается за помощью к вам то основной вектор вопросов и проблематики он какой идет от этого человека но я скажу так что ну глубоко я не копаю то есть ирина у нас условно специалист точечный да я же просто отвечаю за ну скажем так формирование некоторых простых функциональных дополнительных возможностей например для персонала то есть что касается там простых навыков переговоров навыков продаж иногда мы можем делать анализ эмоционального интеллекта то есть я ну специализируюсь потому что я диссертацию защитил просто как раз там фокус как зависит способности людей решать бизнес-задачи с учетом влияния уровня эмоционального интеллекта там у них у сотрудников в команде как они взаимодействуют то есть вот за счет вот таких простых вещей а бывает так что человек который приходит к вам за советом по сути сам является источником проблемы который хочет решить вы знаете это реже просто зачастую человеку нужна ну так скажем так нейтральная позиция взгляд со стороны иногда то есть да бывает так что человек уже знает но ему там нужен дополнительный импульс это как социальное одобрение да для какого-то серьезного шага погладили по голове обняли сказали ты молодец у тебя все получится но это близкие а коучи а коучи собственно говоря могут сыграть в этого близкого могут сыграть в кнут и пряник во что хотите в то и сыграют я начну сейчас с вопросов которые мне кажутся важными а вы уж я не знаю согласитесь или нет насколько бывает сложно когда вы работаете именно в направлении бизнес коучинга человека повернуть лицом к его проблеме потому что ведь как бывает вот опираясь до что человек приходит в рекламное агентство и говорит я хочу чтобы мне сделали рекламу вы профессионалы делается первый шаг а потом человек нет ну подождите я хочу чтобы вот так я знаю что надо вот так и вопрос от агента зачем вы пришли к нам если вы все знаете вот вы сталкивались с такими вещами когда вы начинаете работу как профессионалы и сталкивались с этим скепсисом давайте назовем это так конечно есть можно да я в начале отвечу зачастую когда клиентов пациента если мы берем психотерапию и психиатрию то он приходит уже с проблемой то есть первый вопрос который создает задает психолог коучи если допустим предприниматель бизнесмен вот за проблен до проблем до что за проблема беспокоит эта проблема она может быть связана совершенно не с бизнесом но пострадает бизнес поэтому конечно же для того чтобы человеку дать полную картину на то что с ним происходит один из ключевых вопросов любой терапии любой трансформационной игры что ты сейчас чувствуешь про себя что с тобой именно с тобой не с соседом не с миром не с президентом то есть мы мониторим собственное какое-то конечно да что мы как как мы воспринимаем мир как мы воспринимаем мир дома мир в бизнесе мир на лестничной клетке мир своего дома и соответственно мир своих близких и вот здесь как раз игра если мы берем трансформацию она помогает клиенту стать немножечко доверительней тому бизнес коучу или психологу коучу которому он пришел он начинает доверять ну что такое игра кто в игры играет детстве дети конечно да иногда с родителями если повезет конечно да есть разные игры есть игры направлены на то чтобы человек почувствовал себя ребенком детских лет есть игры направлены на то чтобы человек почувствовал себя своей мамой папой своим сыном своим партнером по бизнесу собственно грейс они не могут поделить акции проценты либо какие-то активы то обязательно есть техника где клиент играет роль своего партнера с которым у него конфликт и себя одновременно может быть еще кого-то трансформационные игры это общение тет-а-тет или это возможно скажем так работа по площадям там с каким-то большим количеством людей и так и так я думаю да игорь ну я бы сказал что в основном вот что касается меня да это ну с некоторой аудитории идет общение то есть там определяют стильные роли и ну человек входит в ту или иную роль и тут кстати говоря вот если пытаться с моей точки зрения ответить на ваш вопрос который вы задавали зачастую происходит что человек действительно отторгает некоторой степени ту или иную роль и но когда в процессе игры он начинает осознавать некоторые там инсайды до особенности восприятия как вот ирина сказала может быть ставит себя на роль своей там мамы папы или там ну партнера да то он начинает принимать позицию другого человека и вот здесь ну зависит от ситуации если зачастую бизнес там реализуется в процессе взаимодействия команды это несколько людей а если это например один партнер или один заказчик стратегический то там можно там два или три человека это будет достаточно кпд какой в каком из вариантов выше все-таки когда ты задействуешь большее количество людей вовлеченных опять же в процесс пусть они на разных ролях находятся и в вашей игре играют разные роли или все таки мы работаем с одним человеком от которого по сути потом и будут зависеть какие-то кардинальные решения я думаю что здесь будет правильное слово своевременность когда-то своевременно этот этот поработать а когда-то кпд выше и качественнее если эта группа но поначалу я все-таки рекомендую пройти личную консультацию а в дальнейшем уже присоединяться группам почему потому что ну доверие нужно формировать если человек проработанный он сразу же готов работать в группах всегда велкам что называется я напомню что мы беседуем сегодня с психологами коучами это игорь егоров и ирина данилова у нас в программе бизнес-ланч на радио 1 ну естественно о по таком приеме как трансформационные игры и в психологии бизнес коучинге мы говорим бизнес-ланч ирина вы сказали проработанный человек то есть человек который имеет опыт уже все таки общение с коучем а вот для дебютантов что важно для людей которые впервые на себе ощутят вот эти игры с одной стороны это первая часть вопроса и отличается ли подход и первые шаги со стороны коуча к таким людям если какая-то ну не знаю может быть сложность может быть какая нибудь нестандартный подход кто из вас я думаю что конечно же подход индивидуальный должен быть всегда я думаю игорь со мной согласиться я как раз просто хотел ирина ваши слова поддержать то есть вот именно выстраивание доверительных отношений тут будет в приоритете потому что насколько человек будет доверять тому что говорит психолог так он и будет воспринимать и реализовывать те задачи в общем за решением которых он пришел ну то есть я правильно понимаю выстраивание отношений это не один и не два шага это значит что вы и та группа людей с которой вы работаете будете встречаться не не единожды то есть за один визит вопрос не решить вы знаете как я моя любимая фраза я всегда говорю вот допустим ко мне приходит клиент он хочет на трансформационную игру либо он хочет ряд консультаций и говорит за сколько я брошу курить я переворачиваю листок бумаги и мы начинаем писать анамнез сколько лет сколько курить и с какого возраста какие сопутствующие заболевания что происходит в жизни поэтому ответить на вопрос произойдет это с одной консультации или произойдет это с нескольких не просто но как правило я думаю что игорь меня поддержит для настоящего профессионала справиться и снять общий спазм невроз и дать полноценное восприятие мира клиенту человеку который пришел за этой потребностью можно в принципе за ряд трех четырех консультаций вполне мой следующий вопрос я понимаю что он будет из больше такой перспективы прогностической потому что что сейчас будет происходить в экономике и бизнесе не скажет никто в этой современной ситуации где каждый день мы получаем массу новой информации она зачастую наверное на 90 процентов с негативной окраской в нашем восприятии и что здесь может быть есть какие-то советы сейчас как эту информацию воспринимать как может быть уже выстраивать общение внутри коллектива общение в бизнесе и вообще подход к бизнесу на современной ситуации вот мы как раз беседовали с игорем я сейчас озвучит свою позицию сейчас ехали к вам на радио моя позиция не смотреть телевизор по максимуму убирать страх и панику а принимать решение после того как мы понимаем к чему мы приходим потому что мы в любом случае придем только к полноценному позитивному решению и все они будут видны немножечко позже вот игорь но я хочу поддержать тоже ирину и наверно повторится суть такая что вот тот большой объем негативной информации да ну как бы он идет как поток некоторые и здесь важно понимать какая из этой информации будет конкретно для человека важно и полезно ну вот я например не бизнесмен да и я уже устал читать то что нас отключили от этого на нам наложили финансовые санкции на это нам заморозили это я понимаю что да это важно для моего государства кому-то это вообще прям вот слезы да и истерика а я начинаю от этого уставать но тут я тогда продолжу да действительно сейчас мы в некоторой фазе до влияние воздействия взаимодействия там условно с силами которые противопоставляются нашему государству но здесь мы должны отдавать себе отчет в том что да просто происходит комплекс мер которые ну нацелены на достижение каких-то целей кто-то является наверняка нашим оппонентом вот в какой конкретно заявляют мы хотим уничтожить вашу экономику здесь я скажу так что у нас очень много ресурсов просто подтвержду и можно с этой мыслью спокойно жить за последнее время очень большой положительный тренд мы все с условно с хорошими там телефонами автомобилями я прихожу в дом где я жил в детстве ну там были только у нас детские площадки ну да сейчас заставлено все автомобили то есть говорить о том что сейчас россия сложная ситуация ну однозначно сложно у всех есть какой-то запас ресурс знакомые родственники вот люди которые действительно попали беженцы например все мы нашли там приют помогли то есть то что идет некоторый негативный фон ну от него просто я предлагаю абстрагироваться понять как его можно использовать а когда есть понимание что никак лучше вообще не слушать ну какие-то шаги сейчас надо уже делать что касается прагматичных шагов да то есть совета давать сложно зависимости от того или на у человека но конечно прагматика она зачастую определяется ну возможностью ресурсами и широтой маневров какие можно предпринимать действия если действий никаких не планируется и ресурсов нету то и зачем об этом думать надо посмотреть что солнце светит сегодня первый первый день весны и подумать о чем-то просто хорошим поддержать родственников и поддержать тех людей которые действительно в более худшей ситуации а вот я продолжу да я как раз хотела коснуться темы родственников потому что у нас есть старшее поколение у нас есть младшее поколение на мой взгляд качественно мы должны им эту информацию которую мы получаем отовсюду передавать и доносить и поддерживать именно их я думаю что четкое правильное время для сплочения семей для того чтобы проработать какие-то непроработанные вещи с детьми со своими родителями действительно насладиться этим солнцем но естественно если мы будем честными финансовые активы тоже требуют сохранения да и терять деньги не хочется поэтому я бы тут обратилась в нормальном спокойном состоянии без страха и паники грамотным специалистам которые дадут те или иные рекомендации по вашим либо оставшимся финансам либо скопленным для того чтобы они увеличились они уменьшились вот я знаю сейчас у нас очень много предлагают ставок хороших банки как вариант да можно смотреть на позитивные новости можно положить на депозит хорошо тогда следующий вопрос ну опять же да по поводу негатива позитива кризис как говорят всегда да в экономике это время прорыва там неожиданных направлений вот сейчас если ты понимаешь что твой бизнес под угрозой имеет ли смысл как-то попытаться оперативно перестроиться в другую нишу которая скажем так или не затронута до или потенциально не будет затронута какими-то негативными изменениями возможно ли сейчас это такой и выход ли это из положения я думаю что оперативно решать ничего не нужно вот действительно немного замедлиться и посмотреть на ситуацию какая она будет допустим недели через три как вариант а сохранить активы в действующем бизнесе желательно то есть перестроиться на торговлю если эта торговля именно в россии перестроиться на взаимодействие с другими поставщиками если допустим международные отказали то есть посмотреть шире фокуса может быть мы что-то не охватывали на своей территории то есть время интенсивной работы время интенсивной работы да именно вглубь но я бы не стала совершать никаких резких движений опять-таки со своими финансами со своими активами потому что я считаю что нужно понаблюдать может быть игорь еще что-то добавить я скажу просто да вот кризис правильного скале может быть это тоже несмотря на сложности повод для развития возможность да когда что-то мы преодолеваем мы становимся сильнее вот кризису надо относиться вот из тех же соображений что касается конкретный там вот кто-то там ограничивает поставки например западные весь мир они говорят но не весь мир у нас есть китайские партнеры сейчас у вас вообще открыт для нас сейчас мне кажется сейчас просто мы пересядем на китайские автомобили они может быть даже лучше будут понимаете а те кто от нас отказался в этот момент ну они упустят нишу на рынке хотя точно помиримся и с западными партнерами и может быть ну с нашими них праздними соседями можно сказать даже да а вот в трансформационных играх используются такие приемы которые моделируют некий кризис вот какие-то такие пограничные моменты уж простите я такие обывательские вопросы задаю потому что мне просто интересно понять саму кухню конечно то есть есть предположение моделируется игра что ты банкрот что у тебя собственно говоря точка невозврата наступает и естественно реакции страхи сомнений может быть даже где-то эффект состояния у человека который играет в эту игру они присутствуют то есть и для того чтобы именно побыть в этой ситуации нужно продумать и промыслить все формы для того чтобы нее не войти для этого в нее и входим в игре тогда следующий вопрос есть мнение и я знаю что многие люди его транслируют и берут как постулат что не нужно думать о проблеме пока ее нет вот она пришла и давай мы решать теми инструментами теми ресурсами которыми нам здесь и сейчас доступны ну типа что мучить голову там тратить нервы переживать если этого не случится а вот когда случилось тогда мы за эту проблему беремся всерьез я так понимаю что это немножечко в разрез идет вот той модели которую вы рассказали вы знаете я думаю что тут нужно исходить от человека если у человека есть потребность закрыть страх поддержит наверное меня точно страх сомнения тревогу то ее нужно закрывать если нету этой потребности что если я подумаю об этом завтра если не надо думать об этой проблеме пока она не случилась то и не надо думать я вам даже скажу такую юмористическую ноту вот когда я обучалась разным методикам и мы садились в те же трансформационные игры мы обучались со студентами либо с уже такими большими профессионалами своего дела с россиянами европа и америка боится садиться почему потому что они наши программы не умеют раскрывать им сложно работать с нашими внутренними убеждениями что они у нас и вековые исторические на свой путь да конечно у нас много войн у нас много кризисов у нас погодные условия холода в наши войны солдаты других стран погибали от холода не от меча и от не от оружия поэтому у нас очень много интересных и сложных непростых программ с которыми работать допустим людям с других городов и стран не совсем просто хорошо игорь алгоритм тех действий которые закладываются в такой игре он потом человеком который эту информацию получил без консультации коуча может использоваться дальше уже ну как виде шаблона или все-таки некая трансформация изменения она все она обязательно в зависимости от ситуации насколько универсальна я скажу так что некоторые инсайды которые игрок получает во время игры он спокойно может применять то есть человек осознал там и может например там предпринимать какие-то более смелые решения жизни как и в игре но иногда когда нужен системный подход например то есть он увидел там новый какой-то стратегической этом вектор развития которые он раньше там но не обращал внимание абсолютно него или в кризис открылись новые возможности вот здесь лучше подойти к профессионалу уточнить а может быть изучить и понять какие шаги правильно предпринимать систему вот тогда да хорошо теперь вопрос провокация простите меня но тем не менее хотелось бы гендерно разделить методики и и взять коуча женщину ирины и мужчин игорь несмотря на общее знание которыми вы обладаете несмотря на знание общей методики да достаточно универсальные которые есть ваш подход при работе он все-таки отличается именно с гендерной составляющей в плане применения этих инструментов или все-таки он остается универсальным он такой унисекс почему спрашиваю потому что многие психологи говорят о том что креативит мужчины и женщины очень по-разному женщины опираются на уже пройденный опыт и применяют его и редко когда выходят за его границы а мужчина наоборот кто начнет ирина давайте вы знаете я думаю что совершенно по-разному тут не соглашусь а может быть в структуре да это так но на практике бывает по-разному конечно же женщина вот я знаете как считаю что женщина она в основном воспринимается как мама сестра партнерша подруга а мужчина восприниматься может как некий такой ну альфа да 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 может может и так а может быть как кнут который прыгает а может как папа который скажет ай-яй-яй почему ты так сделал поэтому гендерные моменты они конечно же учитываются но тем не менее профессионал есть профессионал если ты работаешь что ты работаешь если твои клиенты получают результат то они получают и у тебя есть сарафанное радио и тебе не обязательно налаживать таргет а если не получает то и таргет не поможет так игорь ваше мнение я тут знаете ирине я должен выразить благодарность некоторую во первых за то что на самом деле она была инициатором моего присутствия я скажу так что она является организатором бизнес-клуба женский нежный бизнес и здесь мы видим да и она наверно должна подтвердить что я поддерживаю чуть более творческий подход зачастую к бизнесу то есть вот ну по-разному да это можно как-то классифицировать но зачастую там яркие краски где-то яркие эмоции то есть как это вот ну в быту как-то женщина все-таки хранительница очага и вот этот очаг красивый который у нее есть в душе она масштабирует на и на свой бизнес то есть скажем так есть некий в кавычках возьмет слово ущерб рациональному мужскому да но зато появляется иррациональная женская ну тут я бы не сказал что иррациональная зачастую иррациональная потому что девушки добиваются успеха в этом бизнесе то есть тут хару не стандартно тогда давайте так вот может быть да нестандартная а у мужчин подход другой зачастую это конкурентная борьба на рынках где конечно же там целеполагание является там приоритетным направлением развития поэтому ну как бы вот исходя из этого методики разные а в основном а в основном как ирина сказала правильно профессионал должен быть профессионалом и работать на своем месте просто качественно и надо понимать свое место и какие шаги надо предпринимать хорошо по результату он я так понимаю в каждой отдельно взятой ситуации прохождение все-таки через трансформационные игры он разный да зависит наверное от сложности самой ситуации и от того насколько способный ученик попался конечно да зависит от ученика 50 процентов а порой 90 то есть это не секрет что профессионал входит в работу не только с клиентом если ситуация крайне сложная то зачастую и с близкими этого клиента поэтому конечно же работаем вместе но все-таки ответственность на эксперте на профессионале она лежит и давать нужно профессионально компетентную услугу но есть какие-то ну я не знаю может быть люфты по времени когда человек когда он обращается коучем все-таки должен понимать что это поможет мне там через месяц но как минимум через месяц должно сработать конечно то есть если эффекта нет я считаю что мое твердое убеждение что сам профессионал сам психолог коуч либо коуч либо бизнес коуч сам должен в принципе либо передать более опытному специалисту если он такого знает либо как-то завершить терапию если она не сложилась но опять-таки я за то чтобы таких случаев было как можно меньше и вообще не было я скажу так что все равно доля скажем так просто приятного времяпрепровождение иногда бывает то есть когда у человека нет задачи достичь каких-то бизнес целей но его там пригласили поучаствовать в игре или он для самоуспокоения он получит удовольствие от того что просто лишний раз не посмотрит как вы сказали телевизор понимаете и здесь если он для себя какие-то цели новые увидят можно это тогда и переадресовывать специалисту но тем не менее от информации лишней не будет конечно иногда даже вовремя сказанная фраза меняет собственно говоря бизнес судьбу человека как мы сегодня проговаривали он начинает смотреть вглубь китай еще куда-то что ж я думаю что для тех бизнесменов которые нас услышали сейчас есть повод во-первых задуматься во вторых мы по сути некий инструментарий по преодолению вот этого негативного фона и шума и панических ноток тоже дали в нашей программе она помню что в программе бизнес-ланч мы говорили в том числе и о трансформационных играх в психологии в бизнес-коучинге а помогали мне мои гости это ирина данилова и игорь егоров спасибо вам огромное ну и вам успехов естественно бизнес-ланч